Всем привет! Сегодня новинки из косметики. Я думаю, это видео будет интересно девушкам, женщинам, в общем, нам, девчонкам. Я решила сделать немножко другой формат. Может быть, у кого-то уже есть такой формат видео, но я решила на своем канале покупки показывать немножко по-другому. Это, в принципе, все новинки будут. Это мои недавние покупки, но я их буду показывать именно на своем лице. Как наносится, что, как, рассказывать свои впечатления. На протяжении всего дня и в конце дня буду высказывать свое мнение. У меня пару видео таких уже есть и, соответственно, ссылочки будут внизу. На лице у меня нанесен только уход. Это масла. В последнее время на меня нашел какой-то шапоголизм. И первое, я вам покажу вот такие вот спонжи для лица. Такими спонжами я пользуюсь давным-давно, особенно этим. Поэтому приобрела вот такие вот новые. Данные спонжи я приобретала в Ревкош. Этот у меня будет запечатанным. Пока я его не буду распаковывать, потому что у меня аналогичный в использовании. Ну а маленький я, конечно же, попробую. Это для нанесения консилера. Как раз его намочу. Буду наносить тональную основу. Ну и следом, соответственно, маленький. Очень много наслышано про эти маленькие спонжи. Но он такой же мягкий, как и вот этот большой спонж. Наносит мягко. Я вообще не ощущаю. Этим большим, кстати, вот этим вот кончиком я очень себе долглю по глазу. А маленьким я делаю буквально минимальные какие-то движения. Честно, мне маленьким нравится даже больше наносить консилер. И распределяет он, кстати, его как палец. Я не знаю, как он это делает. Мне очень нравится. Этим маленьким можно даже наносить тональную основу на лицо. Где-нибудь в походных таких спартанских условиях. Это очень даже, мне кажется, выручает. Была в гостях и мне приходилось брать вот эту вот большую губку. Она очень увеличивается в размерах и очень много места занимает. Ну, разница, я думаю, да, заметна. Я нанесла уже хайлайтер. Брови немножко подчеркнула. Следующее, что хочу показать, это тени от Color Tattoo. Оттенок 101. Берслес. Берслес. Брэслес. Брэслес. Ну, как-то так. Они у меня перед кассой упали. И немножко откололся, но не отвалился кусочек самой баночки. И сами тени съехали на одну половину. Вы это видите? О, это шикарно. Девочки, этот оттенок просто как хайлайтер. Вы его наносите, и он все, все подсвечивает. Ну, нет ничего лишнего, абсолютно. Это, можно сказать, полноценный такой макияж. И я вообще довольна. Так, и следующее, что я вам хочу показать, это карандаши. Карандаши от Bourjois. Серия стойких карандашей, которые как подводки. Я взяла два вот таких оттенка. Пробуем. Первый нанесу зеленый. Ого! Карандаш очень мягкий. Очень хорошо рисует на тенях. И очень отдает хорошо цвет. Мне кажется, шикарно. Носибельный его можно носить. Он не настолько яркий, чтобы избегать таких оттенков. Пробуем синий. Мое мнение о карандашах. Реально наносишь как будто подводку. Карандаши имеют некий шиммер, который при нанесении не слишком заметен. Заявлено, что карандаши стойкие. И, соответственно, если вы хотите их растушевать, то нужно это делать сразу. На данный момент, когда я захотела растушевать, у меня это не получилось. Самое любимое это средства для губ. Я увидела на стенде Evo Mosaic вот такие карандаши. Они в целом-то очень красивые. Так как эти карандаши бюджетные, то они, в принципе-то, и наносятся, и ощущаются как бюджетные. Они не очень жирные. Они не очень пигментированы. Но цвета очень достойные. По ощущениям, при нанесении карандаши могут показаться немного мыльными. Данная серия карандашей не имеет никаких номеров. По-моему, их представлено только три варианта. Это на губах у меня нежно-розовый оттенок. Также я была в поиске своего идеального коричневого оттенка, который сейчас так моден. Я просто раб модных штучек. Мне хотелось также найти что-то свое. То, что мне будет подходить. Данный вариант карандаша под названием кофе с молоком. Что хочу сказать, так это то, что предыдущие два варианта были очень мыльными, как я уже говорила. Повторюсь, они немножко жестковаты. У меня даже треснула губа. Но цвета, как вы видели, очень деликатные, очень красивые, как мне кажется. Данный оттенок под названием вишня. Последний карандаш, он очень мягкий и очень пигментированный. Зубы белые. Ну и последнее, что хочу показать, это новая помада от Гош. Я с этой косметикой знакомиться начала недавно. У меня есть хайлайтер от них. И я от него в восторге. Решила попробовать что-то из их помад. И вот приобрела такой шикарный, красивый оттенок. Коричневый. Он уходит немножко в такой кирпичный, но совсем чуть-чуть. Сейчас вы это увидите. Вот такой оттенок. И запах очень приятный у этой помады. Я лично вот просто в восторге от этого оттенка. На камеру, мне кажется, больше вот кирпичного вылазит. А в жизни он более коричневый такой. Он не выглядит таким каким-то, да, очень ярким и очень вызывающим. Так как это все мои покупки, встретимся позже. Моё первое наблюдение о помаде. То, что она стирается с внутренней части, когда кушаешь. Особенно от чего-то жирного. И она отпечатывается. Как видите, если видно вообще хоть что-нибудь, макияж держится. Моё впечатление без зеркала. Так, что я скажу. Тени, конечно, немного скатываются, потому что я их наносила без базы. Про помаду. Я дома перекусила с салатом. Она немного исчезла с внутренней части губ. Дальше я убежала по делам. И, ну, меня не было, я не знаю, часов в пять, может быть, меньше. И я разговаривала, я облизывала часто губы. Но помада осталась на губах. И карандаши, кстати, очень даже, наверное, стойкие. Я, в принципе, глаза не трогаю свои. Но они не растеклись. Особенно в уголках вот здесь. У меня, допустим, некоторые подводки грешили этим. Когда слезятся глаза, когда ты чихаешь, когда ты моргаешь очень обильно. Но здесь всё на месте. Честно, я даже удивлена. Ну, и видео подошло к концу. В целом, я довольна своими покупками. Карандаши меня очень удивили. Помада тоже. Нужно будет ещё потестировать карандаши для губ. Как они будут в носке. Ну, и это всё. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам такого рода обзоры косметики, обзоры покупок. Понравились. И если да, то поддержите меня, чтобы я знала. И продолжала, может быть, снимать такие видео. Хотя навряд ли. Потому что покупок у меня очень мало всегда бывает. Но всё равно поддержите меня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok